МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ Медведев лично участвовал в спасении и помощи 2,5 сотен человек. 43 спасены, а 194 оказана помощь. Доблесть и мужество в ситуации, связанные с риском для жизни, проявили лейтенант полиции Максим Николаевич Лукашенко и прапорщик полиции Александр Сергеевич Ковешников. Все помнят случай, который недавно произошел в московском областном суде. Много в Подмосковье начато новых добрых дел. Олег Александрович Сирота не только изготавливает качественный сыр, но и поддерживает других фермеров Подмосковья, вкладывает силы в развитие этой отрасли. Еще одна важная работа, которую хочется отметить, это воспитание детей. У Светланы Алексеевны и Сергея Александровича Мелехиных из Каширского района 8 ребятишек. Очень важно, что в нашей области появляется все больше активных людей, которые вкладывают свою энергию, свое сердце в добрые дела. Хочу поблагодарить Максима Исаковича Дунаевского, нашего прославленного музыканта, художественного руководителя в Московской областной филармонии, за его вклад, за его творческую благотворительную деятельность, за искусство дарить музыку. Активисты подмосковной организации движения «Волонтеры Победы» дают пример заботы о ветеранах Великой Отечественной войны, о сохранении памяти тех сложных лет. Отдельно хочу отметить Павла Ивановича Челпана, одного из наших наиболее опытных и уважаемых муниципальных руководителей. Более 30 лет Павел Иванович возглавляет Ступинский район, сейчас уже городской округ. Его колоссальный управленческий опыт востребован, и сегодня он уже на посту представителя Совета депутатов городского округа Ступин. Дорогие друзья, именно увлеченность профессией, ответственность, сила характера помогают добиваться лучших результатов для нашей страны и Московской области. Сегодня Подмосковье решает много важных задач. Мы создаем новые рабочие места, внедряем современные стандарты в социальной сфере, культуре, благоустройстве. Мы являемся крупнейшим научно-технологической и оборонной площадкой страны. Но любые задачи решают люди. Поэтому так важно для всех жителей Подмосковья ваш пример, ваш опыт и ваша энергия. Желаю вам и дальше являться мотором важных и нужных дел для Подмосковья и для всей страны. Еще раз поздравляю всех с праздником и позвольте мне приступить к вручению наград. За многолетнюю, плодотворную и безупречную государственную службу и в связи с 88-летием со дня образования Московской области медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждается вице-губернатор Московской области Габдрахванов Ильдар Нурович. Ильдар Нурович возглавляет отраслевой блок правительства Московской области. Сегодня в Подмосковье один из лидеров в сфере эффективного государственного и муниципального управления среди субъектов Российской Федерации. Служу России, служу Московской области. И спасибо, Андрей Юрьевич, за возможность быть членом вашей команды и реализовывать те задачи, которые вы ставите перед нами. Спасибо. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждается вице-губернатор Московской области Виртузова Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна возглавляет общественный городический блок Московской области. Сегодня в Подмосковье создано современное медиа-информационное пространство, обеспечивающее открытость власти и стабильность внутренней политики. Андрей Юрьевич, позвольте поблагодарить за такую очень высокую оценку моего, в общем-то, достаточно скромного труда. Я буду дальше продолжать служить Отечеству нашему Подмосковью. Андрей Юрьевич, от себя лично хочу сказать спасибо большое за мою такую интересную, созидательную жизнь. Спасибо огромное. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждается первый заместитель руководителя администрации, начальник правового управления губернатора Московской области Горблюв Александр Анатольевич. Александр Анатольевич существует благотворное действие на сфере правового обеспечения органов государственной власти и взаимодействия с органами государственной власти РФ. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности на билетнюю добросовестную работу почетное звание заслуженный экономист РФ присваивается заместителю председателя правительства Московской области Смирновой Ирине Вячеславовне. Президент РФ присутствует обязательствующего развития экономики и социальной стабильности в Московской области. Разрешите еще раз поздравить тех, кто удостоен высоких наград, государственных наград, наград президента, которые сегодня я имел честь вручать. Еще раз хочу поздравить тех людей, которые рисковали своей жизнью, чья служба и опасна, и трудна, и часто не видна. Хочу поблагодарить всех тех, кто на своем посту в разных сферах достойно работает, и ваш пример для окружающих, для всех нас очень важен. Хочу пожелать всем, кто находится в этом зале и за его пределами, всем жителям Подмосковья, всем, кто любит Подмосковье, здоровья, успехов, ну и, конечно, процветания нашему краю. С праздником!